Итак, добрый день. Сейчас у нас круглый стол. Проводить его буду я, Александр, меня зовут. И я хочу сегодня представить наших уважаемых экспертов, гостей, руководителей, специалистов, собственников. То есть людей, которые на самом деле знают ответы на все вопросы, которые вообще, говоря, могут возникнуть. По части развития тимлидов, и то вообще что с ними делать? Имеют колоссальный опыт. Это, давайте представлю, слева направо, Анатолий Станиновский. Кто не знает? Кто знает Анатолия? Анатолий был в бизнесе медиа, в финтехе, сейчас в компании PricewaterhouseCoopers. Команды были самые разные, задачи были самые разные. И Анатолий. Георгий. Георгий делал сегодня доклад. Booking.com. Вчера доклад. Booking.com. Роман. Роман Павлушко. Авито. Сетью Авито. С самого начала, насколько я понимаю, развития Авито. Сейчас это команда в несколько сотен человек. Те технологии управленческие, которые они используют, меня они потрясают. И давайте начнем со следующего упражнения. Давайте запишем ваши вопросы. Вообще в анонсе этого круглого стола было… Начнем с вопросов. Чтобы у нас был не конкретный предметный разговор, давайте просто запишем на доске. Что вы ожидаете? Какая у вас боль? Что вы хотите услышать? Знаете, как в практике проектного менеджмента, если я не могу сформулировать вопрос, то зачем я здесь? Поэтому каждый должен сформулировать вопрос для себя. Что я хочу здесь сегодня услышать? На какой вопрос хочу ответить? По теме конференции, да? По теме конференции. Мы сегодня на конференции TeamLead.com. И, соответственно, естественно, про то, что такое TeamLead, как мне быть TeamLead. То есть все вокруг этого. Давайте. Можно я вступлю? Пока люди думают, сейчас пока собираются с мыслями. Вот ты просил сделать мне небольшой питч того, что я вынесу с конференции SoFar. И выступая я со своим докладом, в виде, какие вопросы люди задают, и вообще тему, которую я поднимал, как мы выходили сначала от TeamLead в сторону автономии, команд без TeamLead.com. И потом люди меня спрашивали, а как это работало, вообще что? И был такой хороший момент. То ли в чатике, то ли в кулуарах. А нужны ли TeamLead вообще? Я бы хотел этот вопрос поставить на доску, и, может быть, мы попробовали бы его как-нибудь обсудить. Первый вопрос есть. Так, товарищи участники, господа участники. Давайте, давайте, вопрос. Давайте. Здесь, значит… Что такое играть первая команда или TeamLead? Команда, первая команда или TeamLead? Еще вопрос. Давайте, давайте, думаем. Обязан ли TeamLead иметь технический бэкграунд? Нужен ли технический бэкграунд? Дальше. Нужно ли его растить? Так, нам надо минимум 10 вопросов. Нужно ли его растить или можно взять со стороны, нанять? Растить или нанять? Еще вопрос. Давайте, давайте. Если растить, то за сколько времени? Сколько у нас есть времени? Сколько растит TeamLead? Сколько времени растится TeamLead? Спасибо. Может ли TeamLead соблюдать, иметь несколько ролей в качестве продуктованера, менеджера и прочего? Несколько ролей? Менеджерских ролей. Вопросы, в принципе, понятны для вас? Ну, давайте, 6.1. Какая? А что вы подразумеваете по словам роль? И еще в конец бы добавить. А что мы подразумеваем под TeamLead? А это… Давайте в роли все-таки оставим. То есть, что входит в роль TeamLead? Что есть TeamLead? Это не в конец. Вери ножницы, вырезай. На весе переставляй. Ага, так, еще, еще вопросы. Давайте, у вас отлично. Так, давайте. Насколько для TeamLead важны такие софт-скиллы, как эмоциональный и социальный интеллект? И если нужны, то чего он может добиться, используя эти скиллы? Эмоциональный интеллект, социальный софт-скиллс, социальный, эмоциональный ин… Что-то я уже непонятно пишу. Так, хорошо. Роль эмоционального интеллекта и софт-скиллс. Вопрос. Нужен ли TeamLead в команде, где бизнес принимает архитектурные решения? Продуктовный рейд. Нужен ли… Вам вопрос понятен? Нужен ли TeamLead в той команде, где бизнес принимает архитектурные решения и остальные решения по команде, но и сама команда также принимает часть решений. Но это развитие первого, в том смысле, что в каких контекстах, в каких контекстах не нужен TeamLead? Как его сформулировать так, чтобы нам на него ответить? Должен ли продуктовый рейд бизнес оказывать решающее влияние на команду там, где нет TeamLead? Что делать с микроменеджментом? Да, что делать с микроменеджментом. Вот. Все. Вопрос в следующем. Если принять решение, что мы можем вырастить TeamLead, то как определить, что из этого можно, скажем, из Васи вырастить, а вот Леночка нет? Нет, нет. Калифицировать, да? Можно ли вырастить из человека? Как понять, можно ли из него сделать TeamLead, да? И можно ли? Как понять? Можно ли? В принудительно-добровольном порядке? Против его возник. Вырастить, вырастить. Да, поиск внутренних кандидатов, видимо, имеется в виду. TeamLead. Как понять, можно ли и нужно ли вырастить из него TeamLead? Еще вопрос. Давайте сюда перейду. TeamLead уходит. Отлично. Еще вопрос. Такой вопрос. TeamLead – это как менеджер и как разработчик. Сколько TeamLead должен тратить на менеджмент, сколько на разработку? Это дубль был. Как он совмещает роли? Роли здесь, по-моему, с другой стороны. То есть там менеджер и менеджер, а здесь менеджер и разработчик. Здесь в другом контексте. То есть это у нас вопрос номер 11 уже, да? То есть вот это вопрос номер 12. Соотношение. Ну, а что ответим, а то ответим, но это важно. Мы за час много классных вопросов соберем. Во всяком случае есть куда думать. Менеджер или разработчик. Соотношение менеджера и разработчик. Давайте 13-й, но на 13-м не остановимся. Так, пошла работа уже хорошая. Если мы вырастили TeamLead внутри команды, а он не тянет, то что мы с ним делаем? Что делать, если не тянет? Вопрос понятен? Нет, если у него путь назад. То есть обратно в синер или в мидлэн. Путь назад. Ребята точно знают ответ на этот вопрос, я знаю. Есть ли путь назад? Давайте, чтобы количество вопросов не растет, допишем. И вперед. Что с ним делать дальше? Как растет TeamLead, который стал TeamLeadом? Так. Карьерный путь. Карьерный путь. Хорошо. Карьера TeamLead. Еще вопрос. Что вообще мешает человеку стать TeamLeadом? Что мешает? Что мешает? Ответьте. Что мешает? Отлично. 15-е. Что мешает стать TeamLeadом? Задам, наверное, главный вопрос. Ну, мы их оба зачеркнем. Хорошо. Как это сделать? А то у нас время не останется на ответ. Как вырастить TeamLead? Что какие задачи давать? Это общий вопрос. Да. Как вырастить, я надеюсь, мы сегодня… Какие задачи поручить? Давайте еще один вопрос. TeamLead, техлид. Есть такой ответ у нас? TeamLead, техлид. Не факт, что ответ правильный, но он есть. Окей. Ну, отлично. Давайте. Если мы уже сделали… Уже микрофон. Но она еще себя не проявила. Как вовремя понять, что мы сделали ставку не на того человека, и выявить ее, исправить ситуацию до того, как вся команда… Как исправить управленческую ошибку с выбором? Это почему не перформит TeamLead, наверное, по этому? Почему не перформит? Похоже, да. Как найти неэффективного TeamLead? Да. Что делать с неэффективным? Как выявить. Вопрос был, как выявить, пока этого еще не видно. Отлично. Как выявить еще неэффективного? Еще вопрос. Как начинающему TeamLead справиться с потоком информации, которая на него свалилась? Еще? Все? Все? Есть еще один вопросик, наверное, очень важный. 15 минут мы обсуждаем это. Когда вы вырастили какого-то TeamLead внутри команды, но пришел более опытный человек, явно лучше тянущая команда за собой, как решать эту конфликтную ситуацию? Вот вы уже повысили рейд человека, он уже… Как решать конфликт между хорошим и очень хорошим TeamLead? Ну да, как классическая схема, когда ты призвал нового TeamLead. Формальный и неформальный лидер. Как разрешать? 18. Как решать формальный и неформальный лидер? Или TeamLead, да? Нет, лидер. Еще есть? Еще есть? Давайте. Ну, у меня больше раскрытие про уход TeamLead, но я бы поставил вопрос. TeamLead сбил КамАЗ. Что делать? Если TeamLead ушел в отпуск, давайте так. Если TeamLead ушел в отпуск, мы в позитивном ключе переформулировали. А реально, то есть, отличие уходит на совсем или в отпуск? Вот, видимо, где-то здесь… Больничный. Да. Если надо совсем, то надо решать. Надо решать, если потерпеть. Давайте напишу в декрет. Эта формулировка тоже вполне… Ты хотел сказать долгосрочную какая-то? Ну, неопределенный срок. Мы не знаем. Так, ну, у нас 19 вопросов. Достаточно? Все, последний. Точно последний. Точно последний. Давайте. Junior и Senior TeamLead. 20 вопрос. Junior и Senior TeamLead. И как их держать в одной команде, видимо, да? Так, ну все. Теперь я замолкаю. Слава Богу. Давайте я попробую разверну к вам вот эти вопросы. А вы на них будете периодически подглядывать, если сможете разобрать мой почерк. Да, почерк у тебя. Да. Так тоже понятно. Ну, в принципе, мы вопросы все слышали, поэтому будет вопрос, может быть, подискутировать. Так что… Коллеги, все, теперь вам слово. Я не знаю, как вы начнете, как вам будет удобно. Теперь сделайте с этим все. Да что с этим сделать теперь? Теперь это уже не моя головная пульс, теперь ваша. Давайте TeamLead выберем. Предложение, рекламент на каждый вопрос. Нет, я не думаю, что просто они потоком расскажут, и мы попробуем его позачеркивать. Потому что, вообще говоря, ответы на этот вопрос, как правило, лежат в другом ракурсе. Не в прямом. Лучше ответить на часть, чем плохо ответить на все. Да, да, давайте так. Анатолий, Георгий, Роман, что скажете на этот поток запроса от нашей уважаемой аудитории? Ну, так, тема действительно актуальна. Меня тут на интервью спрашивали, кому вообще интересно приходить на конференцию, как вообще мотивировать людей приходить на такую конференцию. Вот, видимо, мы ответ на этот вопрос не получили, потому что такое количество разных вопросов явно живой интерес. В целом, у меня, конечно, ощущение от разных тежекуларных обсуждений, что на каких-то программистских конференциях обсуждают, что как бы сделать более правильно, а на тимлидских конференциях обсуждают, что вообще делать-то. Я тоже в своем докладе говорил, что на самом деле большой вопрос, почему люди становятся тимлидами. Я лично сталкивался очень редко, когда человек, которого там классно получается программировать, разрабатывать, прямо говорит, все, я теперь вот людей других научу так, что они будут такие же, как я. То есть это большая-большая редкость. Давайте передам вопрос, в смысле микрофона, потом еще тоже ряд вопросов проговорю. Я тебя прервал просто? Нет, я хотел сказать примерно то же самое, что и ты, что вопросов очень много, они все очень интересны, и я бы сам, наверное, столько даже не сгенерил в одиночку. Вот про, коли что затронул тему технических людей, разработчиков, есть третий вопрос. Нужен ли технический бэкграунд для тимлидов? И я знаю, что у Романа есть ответ «да». Но нет микрофона. Но у меня есть ответ «на самом деле нет». По крайней мере, в опыте, который у нас в Booking.com, мы делаем тимлидами людей с разным бэкграундом. Работает микрофон? Да. Точно. Бэкграунд разный. То есть разработчики, чаще тимлидами становятся разработчики, но не потому, что мы их провоцируем на это, а просто потому, что разработчиков больше в процентном соотношении. Но тимлидом может стать у нас и дизайнер, и такие нетехнические роли, например, как копирайтеры, QA. Грубо говоря, мы опираемся на то, что в нашем понимании тимлид – это человек, который работает с людьми, который работает с командой, и который умеет поставить процессы в этой команде, который умеет видеть конфликты людей друг с другом, команда с командой и так далее. И, по сути, человек, который способен это все дело как-то правильно построить, правильно вести за собой людей и растить этих людей. Поэтому знает он код, не знает он код – для нас это не является важным показателем. Для нас абсолютно все равно. Да, тимлид сохраняет свою основную функцию. То есть когда человек становится тимлидом, он какое-то время посвящает именно руководству команды, какое-то время посвящает своей основной функции. Но эта функция может быть чем угодно. Пока это у нас отлично работает. Слушай, а можно я тебе поапонирую? Да, давай. Из того, что я сталкивался, когда копирайтер руководит командой программистов, он приносит команду задачу, говорит, надо это сделать, программисты говорят два месяца. Он говорит, ну, понятно, записал. А на самом деле начинаешь копаться, а там делов-то на две недели, только если по-другому все переформулировать. То есть то, что я хочу сказать, это то, что технические специалисты явно или не явно манипулируют человеком, от которого прилетают задачи, если он не знает, что там на самом деле внутри, такая сакральность. Может быть, культура в Букинге или в Амстердаме другая? Вот в России это часто так. Я такого не замечал. У нас, ну, во-первых, мы живем, точнее, мы работаем с той роскошью, что у нас нет дедлайнов. Да, мы разрабатываем продукт, просто непрерывно, непрерывно, непрерывно приносим новые идеи, реализуемых АВК-томно-продакшн 24 на 7. Поэтому нам не нужно точно оценивать срок каждой задачи, хотя, конечно, мы этим тоже занимаемся. Я не замечал, чтобы люди, прям сильно завышая сроки, лишь бы похалявить. Как правило, человек, если он халявит, это все равно видно. Это можно посмотреть даже на тех же коммитах. Сколько он… То есть, да, не технический человек может не полезет в гид, хотя, в принципе, почему бы и нет. Но я не замечал, чтобы люди специально увеличивали сроки. Да, конечно, они могут слегка их увеличить, просто чтобы… Перестраховаться. Перестраховаться, да. Но специально говорить два месяца вместо дня… Ну вот тогда, переходя к опросу, что входит в компетенции или круг ответственности темлида. Я тоже на своем докладе упоминал. То есть, темлид как подстрочный перевод, то есть, он отвечает за качество работы команды, а все остальное – специфика конкретного производственного процесса в конкретной компании. Как в таком случае вы разделяете, вот где он team lead, а где он product manager? То есть, разве не product manager является постановщиком задачи для команды? Есть product owner у нас. Это человек, который как раз-таки занимается генерацией и приоритизацией идей и отвечает за бизнес. Он отвечает за бизнес? Он отвечает за бизнес часть. Извини, что я просто за копирайтер. Нетехнический в смысле специалист отвечает за качество работы команды, за бизнес. Да, за динамику. То есть, грубо говоря, мы работаем тоже с OCR-ами. Соответственно, задача ПО, product owner, поставить эти OCR-ы вместе со всей командой. То есть, мы включаем всех в обсуждение. И идеи приходят тоже от каждого члена команды. ОКР, все знают термин, да? Objective Key Results. Это залкивает. Ну, объяснять это, наверное, будет очень довольно долго. Грубо говоря, это некая цель, которую команда хочет достичь. И есть некие метрики, которыми это будет измеряться. Так вот, product owner ставит эти OCR. И задача team lead, по сути, помогать построить так процесс, чтобы команда работала продуктивно, эти OCR-ы достигались. А есть какой-то человек, который сверху организует процесс, общий подход, которому должны следовать все команды? Это методология? Все команды должны работать по такому-то скраму, версии скрама? У нас такого нет. У нас есть некая упрощенная, даже не методология, а набор вещей, которые в каждой команде должны быть. Но это очень упрощенно. Это стендап, ретроспектива, видение, KPI. Ну, некие метрики и OCR. Все. Это все, что в каждой команде должно быть. Все остальное каждая команда убирает, как и работает сама. Скрам, канбан, все что угодно. Хаос, анархия. Лишь бы работала, лишь бы это приносило плоды. Дайте Роману микрофон. Можно я вас в русло верну, ребят? Простите. Про team lead, да. На самом деле в разных компаниях, в разных местах, в разных… даже в разных странах и в разных областях компаний понятие team lead, оно, как правило, разное. То есть вам нужно сперва определиться, что вы от team lead ждете. То есть из опыта есть team lead управления разработкой мобильных приложений, есть team lead по продажам, есть team lead, которые управляют кросс-функциональной командой разработки, есть team lead, которые управляют заодно и продуктом. То есть это все зависит от компании. И первым делом, ну, нужно определяться для себя и для компании в целом, кто у вас team lead и какие цели перед ним ставятся. Если перед ним ставится цель, там, не знаю, скорость разработки увеличить, а не продукт. Вот продукт-бэклог, продукт-оунар там поставляет, он просто его кушает, да. То есть должен выстроить понятный прозрачный процесс, там, не знаю, планирования, управления, разработки. Это один team lead. Если team lead участвует в том числе в формулировке и постановке целей, там, принимает цели от бизнеса и раскладывает это в какие-то инициативы, это другой team lead. Если team lead отвечает за компетенцию, например, team lead мобильной разработки, он может сидеть за периметром, условно, команды, в которой его там люди работают, то это уже другой team lead. То есть он по факту выступает неким наставником по компетенциям. То есть и к нему уже другие требования, в том числе и всякие эмоциональные, там, и навыки технические, не технические. То есть, наверное, хотелось бы, мы можем долго разговаривать про team lead, если не определимся, кто такой team lead. Про какого team lead хотелось бы послушать больше? Есть у кого-то идеи, про какого team lead больше хотите послушать? Наверное, того, который упоминает разработкой. Именно разработкой, да? Я бы хотела про мобильную, а то мобильную для того, чтобы... А еще есть варианты? Роман, расскрой секрет, какие бывают? Ну, получается, два. Это как раз самые популярные, такие, так сказать, профили team lead. Team lead, который про компетенции. И есть team lead, который про весь процесс разработки в целом. Был вопрос про джуниоров, там, и так далее. Есть, на самом деле, team lead, у которых в подчинении другие team lead. То есть, ну, вот их называют иногда тех lead, и когда говорят про тех lead, это тот, кто про разработку управляет. Они уже бывают разными уровнями. То есть тот, кто управляет... Сейчас попробую сказать, как мы для себя классифицировали. И есть junior тех lead. Это вот как раз тех lead, который умеет... Ну, это team lead, который умеет управлять разработкой, например, мобильных разработчиков. То есть он эксперт в этой области. Он может с мобильными разработчиками легко коммуницировать, ставить им, там, не знаю, цели по развитию ребят, вот там, декомпозировать за них задачи и так далее. И конфликты у них, когда в команде какие-то возникают, они возникают в основном на почве религиозных войн за технологию. И тут вот team lead, он некий эксперт в мобильной разработке, который свое веское слово вставляет и решает конфликты. То есть это team lead по компетенциям. Вот, есть team lead, которые управляют разработкой. Есть product owner, который несет бэклоги, инициативы, цели. И, значит, team lead, его задача организовать кросс-функционально, так, чтобы вот там задача реализовывалась на сервере, на клиенте, протестировалась, уехала в продакшн. И он по факту отвечает за time to market. То есть то, чтобы там от появления в бэклоге до прода максимально понятно, быстро, прозрачно, качественно задача уезжала пользователю, например. Вот. Таким team lead по-разному приходится жить. То есть эту кросс-функциональную команду они могут выстроить как бы как команда, там, две пиццы условно. Все за одним столом могут сидеть. И несколько, например, каких-то фич-тимов. Вот. Тут уже тоже разные компетенции. То есть это больше про технологии, про технологический процесс того, как мы там что-то разрабатываем. И вот хороший вопрос про копирайтер, ну, вопрос про копирайтер, team lead. Я, например, мне не удавалось видеть хороших team leadов, которые без сильного понимания хотя бы одной из областей разработки и не могут представить себе в голове, разложить тот процесс, как организовать, оценить сроки, разработку, архитектуру, про качество подумать. И вот это все. Вот. Оно, как правило, работает хорошо только в очень зрелых командах. Слушай, а вот team lead именно у команд программистов или же у команд дизайнеров бывает тоже team lead, не знаю, у команд юристов? Не, ну я про это говорю, что бывает. Бывает у продажников даже. Тоже команды, да? Тоже team lead. Это вот по компетенциям. Если мы говорим про команду, которая про разработку, ну тут я так понял, конференция больше нацелена на team leadов разработки, то это по большому счету в современных agile трансформациях, практиках, где есть кросс-функциональные команды, бэклоги, скрамы, планирование, то team lead, он больше про команду в целом. Ну либо он сильно вырван из контекста и начинаются проблемы. Когда там team lead надо команду развивать, а он не видит, как она работает, как она взаимодействует в команде, как она там решает конфликты и так далее. То есть больше про компетенции, развитие компетенции. И есть компании, которые разделяют на самом деле роли team leadов. Есть формальный team lead, непосредственный руководитель. Есть people lead. это тот по факту некий наставник, который не обязательно должен управлять, например, ну не обязательно должен знать тех бэкграунд, у него там не может быть каких-то компетенций по разработке, но он психолог. Он вот эту команду учит быть людьми. То есть делает условно из программиста человека, а потом только за это отвечает. А есть еще и технологии лиды, которые про эксперт технологий и ментор, например, делает из ферстальщика фронтендера. Вот такая вот история. Скраммастер это про процесс планирования и просто про скрам процесс в команде. Это может быть роль даже на любом члене команды. Аджайл коуч, он вне команды. Он ходит и помогает, проверяет, что обычно у тебя команда. У команды Аджайл это Аджайл. И когда они проводят ретроспективы, это действительно ретроспективы, а не там клуб по интересам. Слушай, а тогда получается, что зацепляя несколько вопросов здесь, кто руководитель или какая команда, так сказать, влияет на тимлида при условии более плоских структур, аджайл, бирюзовых организаций, нужен ли тимлид или нет. То есть получается, что у тимлида мы уже выявили два руководителя. Некий там, может быть, тех рук, тимлидов, тимлидс. Вот уже коуч, который делает из него человека. Может быть еще кто-то. Это в разных компаниях по-разному. Но смотрите, из практики мировой Google, они же любят в чем мерить. И они делали эксперимент. Они отказывались в ряде команд от лидов. Они прям провели АБ-тест. Хотя ООН запрещает эксперименты на людях. Они это сделали. И выяснили, что без тимлидов хуже. Там всякие перформанс-команды в основном меренятся. То есть тимлид, он же про команду. И если мы говорим про тимлида кросс-функциональную команду, то тимлид – это по большому счету тот, кто отвечает за то, что команда достигает целей, достигает поставленных результатов. То есть он ответственен за результат. И он эту ответственность делегирует команде, как-то они там выстраивают так, чтобы результатов было больше. И, соответственно, если мы говорим про нужен тимлид или не нужен, если продукт-оунер полностью готов взять на себя ответственность за результат, например, без понимания технологий и так далее, без каких-то… Не знаю, есть там техдолг, любят все говорить про него. Или там надо писать автотест. И это в долгую нам какие-то профиты дает. Если продукт-оунер это готов на себя взять, он умеет этим управлять, он умеет условно разделять тактические, краткосрочные цели от долгосрочных, то я думаю, что без тимлида можно было бы жить. Я вот не хотел бы, конечно… Тогда продукт-оунер становится тимлидом. Не хотел бы подлизываться Google, да, но на мой взгляд все-таки нужны. Хотя я сам тоже строил различные такие коллективы безлидерские, в смысле просто мотивированные. Тоже эксперименты над людьми? Нет, очень неуспешные кейсы. Исследования? Нет, не исследования. Просто в смысле команда выросла с нуля до большого, так сказать, пула разработчиков, которые делали всякие разные классные вещи и не было четких тимлидов, в смысле команд. Потому что люди собирались под задачу, под какую-то конкретную, под проект. И причем я не про команды системных интеграторов, где там команды собирают по таймшитам и так далее, а именно команды, были такие макро-команды по стеку технологий, по типу проектов. Хотя в целом, да, я потом сталкивался с тем, что люди хотят объединяться в команды. И то, что я хотел сказать, я что-то очень мало продуктовнеров, особенно чем дальше, тем больше встречаю, которые реально готовы взять на себя процесс в организации работы команд. Потому что ему важно думать о бизнесе, аналитику всякую выстраивать, общаться там с пользователями текущими будущими. А он приходит в команду и техдолг начинает разбирать, там тикеты в жире читать. Тикеты в жире там многие не особо любят читать, продуктовнеры. Ну вот по нашему опыту на самом деле получилось, мы попробовали систему без тех лидов, без тимлидов, но когда кросс-функциональные команды, есть продуктовнеры, они живут юнитом, за цель отвечают, все прекрасно. Но прекрасно не получилось, продуктовнеры прибежали и сказали, нам нужны тех лиды. То есть это не инжиниринг пришел, а продуктовнеры, потому что очень много коммуникаций. То есть если продуктовнер начинает за разработку, например, отвечать еще, даже если он может, есть же продуктовнеры с техбэкграундом, с степенями научными и так далее, но тем не менее не могут. То есть если очень много коммуникаций на одного человека, он начинает везде делать все плохо. То есть разделять ответственность, ну как-то нужно. Ну по большому счету есть какая-то команда, ну возьмем ее так, бизнесовая команда, в которой есть продуктовнер, например, маркетинг, продажи, поддержка пользователей, разработка. То есть вот полноценный кросс-функциональный бизнес юнит, например, возьмем. И задача по факту тимлида разработки это вот в этой кросс-функциональной команде взять на себя ответственность за разработку, за то, что она прозрачно, прогнозируема и с нужным, так сказать, уровнем качества поставляет ценности пользователю. Вот. Это его ответственность. Что безопасно, надежно, красиво. Ну красиво это дизайнеры, но красиво в коде. Это сопровождаемость. Если речь идет про коммуникации, что-нибудь расскажете про эмоциональный интеллект, soft skills, вот это про социальную всю часть. Что думаете по поводу такого вопроса? Ну начну тогда, наверное, с нас. Когда мы берем и какого-то сотрудника делаем тем лидом, то мы отправляем его на тренинг небольшой, на короткий, на пару дней, где больше всего времени мы уделяем именно тому, как работать с людьми. Мы объясняем различные стили коммуникации, как находить подход к разным людям, слишком техническим, не слишком техническим, экстравертивным, интровертивным. Как правильно давать фидбэк, как вообще, как коучить, кстати говоря, мы тоже этому учим частично, довольно поверхностно. Поэтому если отвечать на вопрос коротко, да, нет, то soft skills, конечно, тем лиду очень нужны. И это, наверное, главное качество становится у руководителя, потому что каким бы тем лидом ты ни был, по типу, про что мы говорили, кросс-функциональный, межфункциональный, бесфункциональный, какое угодно, если ты руководишь людьми, то ты должен уметь с этими людьми договариваться, ты должен понимать, у кого какие проблемы, у кого какие конфликты, и как найти общий язык с каждым членом своей команды. Соответственно, язык, рот – ваш главный инструмент. Как в том анекдоте про бригадира и работника, но это потом лучше расскажу. Что-то добавить? Хорошо, а как вы находите будущего тем лида в том, вот как вы находите его? Кто может стать перспективным? Как вы выделяете из хороших разработчиков, из хороших технически подкованных, компетентных людей? Каким-нибудь образом он проявляется? Какие есть механизмы, как его выявить, найти? Лично у меня сейчас, наверное, самая большая проблема именно в этом. Как найти талант, то есть как найти человека, который готов быть тем лидом, который не просто хочет, а который может. Потому что хочет, он к тебе сам подойдет, скажет, я хочу вырасти в тем лида. И тут начинается процесс. А почему? Надо понять у человека, почему этот человек хочет быть тем лидом. Просто лишь повышение денег, тогда не надо, тогда лучше потом. Работать с людьми, да, окей, что тебе это даст, почему для тебя это важно. И начинается процесс такой. Часто люди не подходят, часто людям нужно искать того, кто мог бы. Как правило, у меня в командах, я просто замечаю, например, человека, который начинает более активнее других вовлекаться в процессы, активнее других давать фидбэк, активнее других следить за бэклогом. То есть человек, который начинает брать на себя некую дополнительную ответственность, которую обычно делает тем лид. Идеально, если такой человек у вас в команде нет. Есть. Вот это хорошая оговорка. На самом деле, чаще такого человека в команде, конечно же, нет, потому что есть тем лид, нафига мне париться. Я что-то хотел очень интересно сказать, но забыл. Вот мы растим тем лидов, мы пытаемся найти тем лидов именно внутри, в командах, найти тех, кому это интересно. А, вот что хотел сказать. У нас в компании есть некий, так называемый, испытательный срок для тех, кого мы делаем тем лидами. То есть мы берем человека, который потенциально к этому готов, мы обучаем его, проводим эту проблему на тренинге, учим тому, как тем лидом быть, и даем ему команду. На, как минимум, на квартал. И пусть человек пробует эту команду поруководить, у него может быть какой-нибудь наставник, который помогает ему ориентироваться в том, что он делает правильно, неправильно. И по сечении квартала мы, по сути, делаем либо, да, ты становишься этим лидом официально, вот тебе новый титул, вот тебе новая зарплата, либо нет. И нет, давай попробуй еще подольше, либо нет, человек понимает, что, может быть, это не его, и становится обратным разработчиком, и это нормально. Какие здесь еще практики у вас есть? Я знаю, что это такая большая проблема. У Авито есть там тимлид в кредит, я помню, была история. Было, больше нет. Больше нет? Кредитный лимит исчерпан. Была практика, да, когда у нас тимлиды были больше в экспертизу, то есть тимлид серверной разработки, мобильной разработки, были сильные люди, которые могли команду обучить, за ними, как за экспертами тянулись все. То есть у них некий был такой лидерский, значит, технологическое лидерство, вот, наверное, так можно сказать. И к ним, как к экспертам тянулись, а тимлиды были больше про экспертизу. Вот. Было пару ошибок, то есть пару людей мы в тимлидов перевели, они в итоге повыгорали мгновенно, ну, потому что они хотят разрабатывать. То есть когда ты становишься тимлидом, тебе надо вот к вопросу про должен код писать или нет стремиться к тому, чтобы не писать. Вот. Это частая ошибка тимлидов. Стараются продолжить разрабатывать и жертвуют всеми остальными там задачами, которые приходится решать, там процессы строить, культуру в команде, автономность повышать. Вот. И потом в итоге перегорают. Из-за того, что пытаются все это сделать, еще и код пописать, боятся, что их будут не любить за то, что они не пишут код команда. Вот. Собственно, это вот по этому практику мы такую в кредит, так сказать, за знание перестали проводить и перешли больше к формату «Если есть неформальный лид в команде, там, где нет лида, то мы его пытаемся вытащить, объяснить, что вот тебе полноценно, надо будет делать, какие там перед тобой задачи, цели будут стоять, как на твой результат будет смотреть твой руководитель. То есть твой результат уже будет, это не количество там задач, которые ты решил, а как команда решила, какое количество задач, каких целей достигла команда и насколько у нее, например, дружественная атмосфера. Насколько команда – команда, а не просто толпа индивидуальных контрибьюторов. Насколько прозрачно работа команды для окружающих. Там стейк-колдер, продукт-тоунер, руководитель, другая команда. И насколько команда ориентирована по факту на бизнес-результаты, а не на какое-нибудь копание технологическое в рефакторинге, ради рефакторингов. Знакомы, да, наверное, кому-то? В общем, человек обычно сам проявляется. То есть это тот, кому не все равно. Вот он работает в команде, и у него, он начинает вокруг себя, у него еще нет шильдика, он начинает вокруг себя уже выстраивать работу, пытаться наладить планирование, если его нет. Пытается там, не знаю, не проходит мимо условно проблемы. Его видно, таких людей сразу видно, и обычно их мы стараемся тянуть. А сразу видно это как? Что значит сразу видно? А его команда выталкивает в лидер. Команда выталкивает. Да, то есть команда предлагает его, потом продукт-тоунер обычно говорит, вот у меня есть, давайте его. Руководитель тоже видит таких людей. На перформанс-ревью Егор рассказывал про то, как это у нас устроено, оно в фидбеке проявляется. А если человек просто хочет, то есть просто хочет, спрашиваешь, а что ты для этого сделал? Он такой, ну я жду, значит, когда мне разрешат решать проблемы. Это, как правило, уже не подходит. То есть это вот психотип тот людей, который, ну когда ты темлит, ты должен проблему видеть, ты видишь ее первой, ее решаешь. Не ждешь, когда тебе там скажут, поставят задачу, реши проблему, сделай, чтобы твоя команда лучше перформить начала. То есть рекомендация такая, сначала делаю, и потом меня видят. Да. Просто вот вырастить по инструкции, по скрипту из индивидуального контрибьютора управленца команды, ну вот пока, по крайней мере, у меня не научилась голова делать так. Есть какие-то у вас, Анатолий, что-то хотели сказать? Я хотел бы добавить, вот ты сказал, что кодить не должен. Может быть должен, может быть не должен. Важно процесс, который за этим стоит. Тим лид должен, по крайней мере, в долгосрочном режиме, мое мнение, поддерживать знания своей предметной области. Достигает он это кодингом, какими-то там собственными проектами, сменой роли время от времени и так далее. Это очень важно. Мы живем в индустрии, где… Согласен, абсолютно. Да, да, да. Мы живем в индустрии, где за пару лет, если ты ничего не делаешь, что через два года ты уже не специалист, никто, да, он в форт-энде все меняется. Поэтому кодить – это, ну, относительно простой все-таки способ сохранять свою экспертизу в область, не отрываться от… Но, безусловно, цель должна быть, я совершенно согласен, не кодить. Что, если это такая опция? А что делать, если… Вот здесь был вопрос, если большой руководитель сам такой хороший кодер и все время приходит и что-то рекомендует. Есть такие истории? Микроменеджмент? Микроменеджмент, да, да. Бить руководителя надо. На самом деле это плохо, да, это плохой руководитель, потому что если ты берешь команду, берешь как бы профессионалов, то доверься. Вот, если ты не доверяешь своей команде, что они сделают правильно, то, ну, обозначь это, что ты будешь… Ну, когда человек приходит к тебе на работу, говоришь, ты будешь делать все, как я сказал, ну, потом, в общем, попробуй найди кого-нибудь. Вот, а если ты обещаешь одно, а потом по факту другое, то это, конечно, плохо. Ну, да, так как тимлидерская все-таки позиция – это, может, первый шаг, второй к управлению, то простой, как бы, простой правило. Везде, где сдетектили слово микроменеджмент… Микроменеджмент – это хорошо, микросервисы… Не, наоборот. Наоборот, наоборот. Микроменеджмент – это плохо, микросервисы – это хорошо, да. Вот прямо… Да, действительно, микроменеджмент – в целом это плохо. Повторюсь, что за этим часто скрываются попытки сохранить квалификацию или влияние на людей, но нужно выявлять и менять инструменты этого сохранения квалификации, сохранения влияния на команду. Большой соблазн, да, у любого руководителя, кто, не знаю, там вышел, например, из мобильной разработки Team Lead, и вот он мобильных разработчиков пытается подкорректировать, если он эксперт. И вот этот большой соблазн у начинающего Team Lead сделать все за того, ну, за кого ты можешь все сделать. То есть, и первое, чему надо учиться, если ты даже знаешь правильный ответ, молчать. То есть, реально попытаться вытащить команду на то, чтобы там этот мобильный разработчик сам до этого дошел, понял, почему он до этого дошел. То есть, вот такое некое наставничество, это вот самое сложное, наверное, что… Управление, руководитель говорит последний, да? Всегда, вот должен, задал вопрос, и последний правильный ответ назвал. Руководитель все должен стараться делать чужими руками. Чужими руководителями. Какие перспективы… Делегируй или умри. Это прям работает. Делегируй или умри. Пока я записываю делегируй и умри. Умри. Умри, да. Какая карьера? Что дальше ждет Team Lead? Какая у вас история? У всех, наверное, по-разному. Ну, я имею в виду в компании. То есть, какая практика, то есть, что случается, да? У нас в разработчике иногда растут. Ну, какая карьера? То есть, есть ли какие-то правила, да? Либо это все такой открытый вопрос, да? У каждого свое, совсем индивидуально. У нас, как правило, Team Lead растет в менеджер-менеджера. То есть, тот, кто руководит Team Lead'ами. Есть какой-то рейд? Там, вот сколько из менеджеров-менеджеров выходит из Team Lead'а, там, не знаю. Ну, все менеджеры-менеджеров выходят из Team Lead'ов. Понятно. То есть, у нас нельзя стать менеджером. Мы называем это менеджером Software Developer, либо старое название это Senior Team Lead. В моем докладе это звучало. Нельзя стать Senior Team Lead'ом или менеджером, не побывав Team Lead'ом у нас. Мы нанимаем таких людей тоже с улицы, но если ты хочешь изнутри вырасти, сначала побыть Team Lead'ом, потом туда. Ну, хорошо. Она перспектива. Тогда что нужно делать Team Lead'у существующим, для того, чтобы вырасти дальше? То есть, вот здесь. Мы тоже сказали. Дело быть проактивным. Работать все абсолютно то же самое. То есть, все то же самое, да? Все то же самое. Ты видишь уже проблему не на уровне своей команды, а проблему на уровне департамента, отдела. Вот, whatever у вас это называется. И начинаешь эти проблемы обозначать, работаешь со своим руководителем в паре, находишь проблемы, решаешь проблемы, учишься, наверняка, может быть, ошибаешься, но ждать, что вот я сейчас чуть-чуть посижу Team Lead'ом, получу хорошую оценку и когда-нибудь меня сделают менеджером, такое вряд ли. Учиться и ошибаться, быть проактивным и тогда тебе… Мы, как правило, еще делаем такое упражнение. То есть, если есть Team Lead хороший, вот он сделал, он вырос, он стал хорошим Team Lead'ом в одной команде, то ему надо побыть еще хорошим Team Lead'ом в другой команде. То есть, по большому счету, Team Lead должен пройти стадию сам… Вот про то, что сперва Team Lead, потом команда. То есть, например, он вырос внутри команды в Team Lead'ы, побыл в такой стадии. Он побыл в стадии, когда надо сформировать новую команду, его, например, бросают, и ему нужно сформировать команду разработки. То есть, несколько, так сказать, разных кейсов пройти, и только после этого он уже сможет подняться на уровень выше и управлять разным, значит, набором команд с разными задачами, целями. Потому что, ну вот условно представьте, знаете, как? Вот если вы Team Lead' и вам уже дают задачи не для Team Lead'а, руководитель ставит цели, а цели общего вида, то есть за направление с него часть нагрузки снять, там, не знаю, для всех команд выстроить какую-нибудь практику. Это уже такая стадия зрелости Team Lead'а, который Team Lead' Team Lead'', который может помогать руководителю снять себя нагрузку. Потому что на следующей стадии, когда он будет уже там Manager of Managers', то на него будет падать также сверху дополнительные, там, не знаю, корпоративные всякие проблемы. Ну, то есть прям горизонтальные практики на всю команду. И он новый, так сказать, объем задач получит, и то, где нужно выстроить работу команд, нужно будет условно делать там с полпиночка, быстренько и точечно помогать. Понятно. Спасибо. Слушай, я тогда попробую обобщить. То есть вот у специалиста есть пути в более крутого специалиста или в менеджера, да, рассказывал на докладе. А у Team Lead'а это либо обратно в программисты. Я, кстати, тоже нормально отношусь к этому. Попробовал неинтересно программировать, действительно, это интересное занятие. Почему бы не вернуться, если не сильные потери в зарплате. Второй путь – это Manager of Managers, ну, то есть становиться более профессиональным управленцем в зависимости от, конечно, орг структуры компании. Путь в CTO тоже туда, наверное, да? Это наброс был. CTO, по-моему, или когда-то. Я не знаю, как стать CTO. Кто-то не знаешь, как стать CTO. Отлично. И третий путь, на самом деле, к чему я веду, ну, от себя добавляю, это путь вообще в другую профессию. Ну, то есть, побыла в Team Lead'а, вы можете стать там Product Manager'ом, вы можете стать, не знаю, там, стратегом каким-нибудь там, стратегическим инвестором и так далее. Консультантом. Консультантом, да, да, да. Предпринимателем. Вот четвертый путь, я не знаю, можно сформулировать? Может кто-то… Ну, это второй путь, то есть более опыт, менеджер-ов-менеджер, да, мы это назвали. Это по-разному. Это может по-разному проявляться, да, в том числе и консалтинг. Ну, то есть обратно в Технаду… есть такая штука, как, например, возглавить, как бы стать Product Owner'ом и Team Lead'ом одновременно, условно, разработкой, какой-нибудь технологический продукт внутри компании, который там нужен всем, вот возглавить его. То есть ты условно умеешь управлять разработкой, ты знаешь, как там ставится, управляется продуктовая штука, ты уже с ней поработал. И ты берешь эти две роли, одеваешь на себя, и вот, например, там Product Owner без технического бэкграунда, наверное, не затащит какой-нибудь внутри клауд или какой-нибудь, не знаю, Тензорфлоу, да, как в гугле это. Вот такие продукты туда тоже можно расти. То есть это одновременно и экспертная вилка, и вот менеджерская, когда ты уже за продукт, за результат, за бизнес полностью отвечаешь. Хорошо. Но у нас, к сожалению, время очень быстро идет. Давайте блиц, либо какой-то блиц, какое-то пожелание. Что-то есть сказать? Ну, я вижу, по крайней мере, вопрос один, как справиться с потоком информации, например, да? Делегируй или умри. Делегируй или умри, отлично. Не у, и, или. Или, или. Понятно. Это важная разница. Делегируй или умри. Понятно. Еще? Ром, у тебя отличная мысль была, я ее повторю. Не жди, пока тебя попросят решать проблемы. Не жди, пока тебя попросят. Отличная рекомендация. Есть что-нибудь еще? Есть какой-нибудь, блиц, вопрос? Можешь какой-нибудь вопрос прочитать? Темлит ушел там в долгосрочное плавание. Вот, крутая штука, кстати. Еще роль руководителя, то есть, когда вы работаете разработчиком там или инженером, вы этого не замечаете, но когда вы становитесь руководителем, ваша задача, чтобы ваша команда работала без вас в том числе. То есть, если вы уходите и все рассыпается через неделю, вы плохой руководитель и проходите млит. То есть, условно, месяц оно должно шевелиться. Вот, если больше месяца вас нет и все продолжает работать, вы не нужен. Если меньше месяца, вы плохо все организовали. Был даже эксперимент. Какой-то, значит, бизнес-владелец международной компании в Штатах взял региональных руководителей подразделений. Всех из разных городов вывез на круиз на месяц. Вернулись, посчитали, какое подразделение, какой филиал, как в итоге показатели на бизнес это повлияли. Там, где филиалы стали работать лучше, он этих уволил всех, ребята. Там, где ничего не изменилось, ну, ничего не сделал. А там, где стало хуже, отправил этих руководителей на обучение. То есть, вот примерно, как бы, как роль темы. Хороший кейс. И вдогонку думайте о том, кто будет вашим преемником. То есть, постоянно работаете на то, чтобы растить людей. Желательно двоих сразу. Может быть двоих. Это, во-первых, потому что, если вы когда-то будете расти выше, соответственно, вы команду покидаете, на ваше место кто-то должен прийти. Чем раньше кто-то появится, тем быстрее вы перейдете на следующий уровень. Если такого человека нет, его надо либо харить, либо растить, и вы завязли там на какое-то время. Если у вас есть преемник, это и вам хорошо. У вас есть отличный повод прокачать софт-скиллы, коучинг и все остальное. И человеку полезно расти. Был еще классный вопрос про крутого чувака, который появился в команде, и который неформальный лидер. Вот это, на самом деле, прикольная штука. И в ряде случаев иногда тимлида недооценивают, а это там условно чувак выращивает себе замену. То есть, условно кажется, что тимлид слабее, а тимлид сыграл, так сказать, на опережение, и взращивает себе хорошего человека, и старается ему помогать захватить лидерство в команде. Вот такие стратегические ходы бывают. Ну хорошо, спасибо большое. Время, к сожалению, заканчивается.